а здрасте доброе утречка 4 58 утра как я говорил в прошлой серии в 5 утра мы начнем свою работу и 5 утра настало а значит пора начинать свою работу да и начнем мы друзья с уборки полей у нас есть вот такой замечательный комбайн в котором закончилось топливо погнали в общем-то выставлять его в работу нам надо успеть перемолоть и расфасовать кучу муки так что до времени ждет все давай заправляйся ты долго будешь заправляться поэтому заправляйся также друзья с нами будет работать вот этот вот замечательный man в нем еще 147 литров топлива в принципе он умеет сам заправляться когда ему надо будет поэтому вот так вот все просто а я вот кстати сказал что пора начинать работу и даже не посмотрел созрели ли наши поля вообще должны созреть уже опаньки они созрели 42 процента какого это хрена расскажите мне пожалуйста твою мать мы же в прошлый раз выполняли задание а когда выполняешь задание отключается скорость роста растений и никто мне об этом не сказал какой кошмар вот это по пандос друзья зато у нас созрело вон одно поле значит два поля у нас созрела да с пшеницей и рожью ну можно по крайней мере начинать работу это уже хорошо но те созреют блин не раньше 12 часов дня черт как так то ладно в любом случае man ты у нас едешь работать на десятое поле тогда сейчас убираем пшеничку черт вот это я конечно право флился ну как так то вообще не круто так что у тебя 847 литров этого хватит погнали да он долго заправляется это нормально у него очень большой бак его хватает на несколько уборок подряд он уже 30 часов отработал на его полностью только один раз заправляли так что все нормально ладно погнали хотя бы эти два поля уберем хотя бы работу на мельницах запустим хотя бы с пшеницей разберемся потому что там тоже все не очень понятно возможно придется что-то докупать как я говорил у нас контракты есть на пшеничку блин вот это вот фигня то что прерывается рост растений я совсем забыл про это потому что мы этими контрактами не занимаемся поэтому и выпало из головы ладно ничего страшного бывает давайте заряжать работу так все ты подцепился запускаем комбайн и отправляем работать валерон чека они справятся черт это мне испортило все настроение сейчас ладно хотя бы есть два поля уже хорошо соответственно у нас пошла уборка пшеницы давайте-ка мы вернемся сюда на базу я тут подогнал наш паровозик сюда под загрузку соответственно наверно паровозики повезем нашу пшеничку на мельницу или не на паровозике можно в принципе запрячь урала сельхозника по крайней мере он будет сразу все отвозить и мельница будет работать можно в принципе так и сделать погнали или паровозиком будет лучше и быстрее не ладно погнали урала поставим вот этого вот урала сельхозника у нас здесь находится в нем 15 литров осталось сейчас мы тоже заправим короче ставлю его в уборку и возвращаюсь к вам итак друзья в общем-то этого товарища мы загружаем возить пшеничку а потом и рожь на мельницу один прицепь я отвез пока скажем так учил валерон чека и один прицеп тут не полный точнее кузов и прицеп но скоро сюда приедет с поля уже наверное он разгружается там man привезет 59 кубов и этот товарищ поедет еще покатается немножко какой тех товарищей дела я так понимаю это первый раз они сейчас заканчивают и man к нему не выезжает потому что шнек со стороны посевов но сейчас поедет тот набьется и у того выбора уже не будет да завелся и сейчас поедет от этого никуда до стоит падла в общем то друзья мы до убираем поля и дальше уже смотрим по обстоятельствам что нам делать дальше судя по всему немножко ржи придется нам докупить и возможно и пшеницы даже да и так с друзья прошло у нас полтора часа времени до вроде серии только началась и уже прошло полтора часа времени вот так вот мы и работаем короче говоря что мы имеем у нас убрано вот эти вот два поля и десятое поле у нас удобряется почти кстати удобрено удобряется друзья знаете чем а я вам сейчас покажу сейчас мы пробежимся и я вам покажу да надо немножко пройтись пробежаться вот так вот бежим-бежим-бежим-бежим и вот как раз ездят заполняться у нас вальтра вальтра с дегистаты вот этой вот херней короче да когда мы все распродавали Я вам показывал, что у нас осталось 800 кубов дегистата. И, в общем-то, вот 10% этого бака было потрачено, ну, чуть больше 10% на 10-е поле. Единственный косяк, конечно, что очень медленно все это дело работает. 80 кубов, да, получается. Больше 80 кубов потрачено на одно поле. В общем-то, раза два удобрить все это дело, мне кажется, будет само то. Можно не тратить удобрения, потому что продавать эту херню, продавать этот дегистат, это очень-очень невыгодно. Лучше разлить по полям. Короче говоря, вот эта вот замечательная Вальтра сейчас ездит и удобряет наши поля. Также ездит у нас Урал. Вот он, кстати, как раз едет на базу, да? Да, вот он едет на базу, он у нас ввозит рожь и пшеничку, которую мы, соответственно, и убрали с полей. Ездит он оттуда, пополняется, все прекрасно. То, что вот справа вот эта надпись, это забагалось, все, не обращайте внимания. Типа помощник неожиданно прекратил работу. Короче говоря, наша задача сейчас нет. Я соврал. Наша задача сейчас немножко другая. У нас почти удобрилось поле. Увы, очень большую фору надо давать нашей Вальтре, которая это дело удобряет. Оно у нас, короче, удобрилось. И поэтому можно ставить культивировать. Спасев пока ставить не будем. Так что запускаемо вот этого вот товарища. Там некая делка поехала все это дело культивировать, она справится. Также сюда сейчас приезжает Вальтра. Короче говоря, он доделает. Мы его переставим на следующее поле. Наша задача сейчас пойти на мельницу и все посчитать. Посчитать, сколько нам надо еще чего докупать, если нам надо чего-то еще докупать. Хотя это можно, конечно, сделать и из меню. Но мне почему-то хочется именно прийти на мельницу, чтобы находиться именно там. Вот такой вот я правильный. Есть, конечно, вероятность, что нам и не надо будет ничего докупать, и все будет прекрасно. А может быть и надо будет. Никому неизвестно. Мы сейчас все посмотрим, все увидим. Вот, мы на мельнице. Да, кстати, я еще пока что съездил, купил еще один контейнер с прицепом, с комплектующим. Полностью его заполнил. В общем-то, будем прокачивать линию. У нас сейчас линия кукурузы никак вообще не используется, поэтому можно, в общем-то, ее прокачать будет. Единственное, что надо дождаться 8 часов утра. Итак, мы открываем, во-первых, контракты. Нам нужно получить 320 кубов пшеничной муки и 403 куба ржаной муки. Надо это дело записать куда-нибудь. И открываем заводы. Смотрим, что у нас есть. Наверное, линии мы сейчас выключим, чтобы понимать, что к чему. Потому что еще понадобится калькулятор. Черт, у меня 3% в телефоне батарейки. Значит, надо все делать оперативно. Как это я так прогадал-то? Уже 2 дня не заряжал. Хорошо батарейку держит, на самом деле. Ладно. Смотрим. Значит, у нас есть фасованная ржаная мука. Вот она уже фасованная. 264 куба. Даже 265 почти. Соответственно, нам надо в итоге иметь 430. То есть, нам нужно еще произвести 166 кубов ржаной муки. Для этого нам потребуется 207,5 кубов ржи. Для того, чтобы эту муку сделать. Минус 12 кубов, которые у нас уже есть здесь. Минус 24 куба, которые у нас едут сюда в данный момент. Потому что Урал сейчас перевозит именно столько. И плюс еще у нас есть на ферме. У нас есть на ферме еще 109 кубов ржи. 109 500. Да? Ну, скажем так. Остается 62 куба. У нас два поля засеяно этой самой рожью. И, в общем-то, с того места мы 62 куба соберем. Не проблема. Так что эту линию, эти две линии, мы смело можем запускать. Единственный косяк, знаете, в чем? Что в чем я сомневаюсь? Если нам надо всего 420 кубов, или сколько там? Черт, я же сказал, надо записать и не записал. 403 куба. 403 куба. И у нас уже 265 кубов есть. Остается сделать 138 кубов. И это займет около 7 часов работы. Это нормально. По-моему, у нас контракт больше, чем на 7 часов. Да? О, 23 часа. Замечательно. В общем-то, 23 часа, плюс еще где-то часов, даже если 12, будет это все дело зреть. Оно будет не 12 часов зреть, оно будет зреть намного меньше. То, в общем-то, мы успеем. Отлично. Значит, дальше давайте мы разберемся с пшеничной мукой. Опять-таки, нам нужно 320 кубов этой самой пшеничной муки. У нас уже есть фасованные 293 куба. А, есть 25 не фасованные. И еще 144 куба пшеницы. Так у нас тут всего хватит. Это без проблем. Что-то я тут развел какую-то непонятную панику. У нас всего хватит, друзья. Линию, значит, мы запускаем. И фасовку мы тоже запускаем. И все. Пускай выполняется. С этим тогда у нас все понятно. Все прекрасно. Пускай тогда Урал довозит сюда всю эту муку. Но все равно. Все равно нам надо кое-что купить. Поэтому погнали на элеватор. Я туда пригнал поезд. Я туда пригнал поезд. Да. Потому что в прошлый раз... Да е-мое. Как туда попасть так, чтобы быстро? Я привык, знаете ли, пешком ходить. Не люблю я все эти телепортации. Вот, смотрите. Я сюда пригнал поезд. Вот он стоит. Ждет загрузку. Нам все равно надо кое-что прикупить. В прошлый раз мы купили птицеферму. Птицефабрику. И им нужен комбикорм. Комбикормовый цех. Соответственно, мы собираемся... Вот эти вот несушки. Мы собираемся брать их. Тут, увы, не написано, в каких пропорциях у нас тут что производится. То у нас все выполнено. Все прекрасно. Ресурса хватает. Это все прекрасно, да. Нам нужно купить пшеницу и кукурузу. Я думаю, что если мы сейчас купим по вагону того и другого, это нам хватит до конца жизни. До конца карьеры. Поэтому давайте 94 куба. Давайте даже по 50 кубов возьмем. Этого должно с лихой хватить. Я вот только не обратил внимания, деньги у нас списались или нет. Потому что забагалась вот эта вот херня с нами там. Но, скорее всего, снялись, потому что у нас заполнилось вот это вот все дело. А также нам надо будет туда отвезти жмых и отруби для производства комбикорма. Если мы посмотрим на карту, то, увы, на комбикормовый завод, да, у нас ничего не ездит. Точнее, железная дорога не ездит. Поэтому надо будет все это дело возить с базы. Хороший вопрос, можно ли хранить у нас на базе жмых. И хороший вопрос, как об этом узнать. Ну и отруби. Ладно, отруби фиг с ним, можно хранить и на мельнице. А жмых, я так понимаю, жмых, жмых, жмых. Это у нас то ли на сахарном заводе от свеклы идет? Да, вот он, сахар жмых. Стоит копейки. Давайте возьмем 59 кубов на 1 ман. Бздынь. По-моему, вполне логично. Кстати говоря, можно и на поиск купить 59 кубов. Почему бы и нет? На 1 ман. Давайте так и сделаем. Еще 9 кубов докупим. Всего на 1 ман. Почему бы и нет? Пшеница, бздынь и кукуруза. Бздынь. Вот так вот. Еще 6000 мы тратим. Я понимаю, что до этого корма, наверное, очень много будет для наших курочек. Которых у нас еще, кстати, даже и нет. Так, добиваем пшеницу. А также сразу же заводим поезд. Заводим поезд и загружаем сюда кукурузку. Увы, я не знаю, с какой скоростью и вообще, как у нас там что производится комбикорм. Но я думаю, что довольно быстро это все дело будет производиться. По крайней мере, уж точно быстрее, чем они его будут жрать. Так, вот так вот. Хоп. Хотя с какой скоростью, понятно. Там 7000 литров в час, по-моему. Во. Отсюда мы, короче, это все дело повезем на ферму. Нас интересует... Ага, заняты пути сейчас. Ладно. Плохо, конечно. Но ничего страшного. Что у нас тут происходит? Он успел тут удобрить до конца? Нет? Ну, вроде успел. Но куда-то поехал опять. Зачем он куда-то поехал? Или, может быть, у него там последняя проходка осталась, он ее не добил? Хреново знает, как это работает. Ладно, сейчас мы это все равно увидим. Черт, я же полный бак вроде заправил топливо. Когда он начинал работать, уже полбака сожрал. Или я его не заправлял? Вот что-то я не припомню. Да, ему тут маленькая чуточка осталась просто. Прям совсем маленькая. Сейчас мы его переставим. Боже, какой раз колбаса идет почему-то у этих дегистатовых хреновин. Я не знаю, что это происходит такое. Но вроде как пошел работать и ладно. А еще вы помните, какая маленькая чуточка оставалась ему все это дело дополивать? А тут уже вон полполя закультивировалось. Да, все-таки фэнт намного быстрее работает. Но ничего с этим не поделать. Так, все, он почти закончил. Крутота. Сейчас поставим в другое место. Интересно, он отсюда дорогу найдет сам? Скорее всего, кстати, найдет. Даже в дерево не врежется. Если, конечно, ему только вот это вот не помешает. Впереди стоящее. А также ман. Ман, который завершил работу и которого я хотел переставить на другое поле. Но знаете, я этого делать не буду, потому что мы сейчас поедем на нем кататься. Надо будет 4 рейса сделать и привезти туда отруби. Жмых и то, что мы сейчас купили. Но пока мы не привезем все на базу, мы этого делать не будем. Надо сначала привезти, а потом поедем кататься на мане. По 59 кубов у нас всего есть. И это здорово. Это прям очень классно. Мы его сейчас под загрузку поставим. Я надеюсь, кстати, там он комбайн в поле один стоит. Я надеюсь, с него ничего не сопрут. И комбайн наш не сопрут, потому что покупать комбайн сейчас хоть деньги и есть, но вообще не хочется. Так, дружище, а можешь ли ты здесь хранить жмых? Зерно. Написано только про зерно. Хрен его знает. Можно ли здесь хранить жмых? Там вот это вот все в отрубе. Может быть и нельзя. Может быть это, кстати, можно хранить знаете где? Вот здесь. О, кстати, смотрите. В отрубе гранулы соломы жмых можно вот здесь хранить. На поезде можно приехать сюда выгрузить. Да, но для поезда нужны немножко другие вагоны. Увы. Увы и ах. Ладно, пофигу. Возвращаемся к нашему паровозику. ЖД маршруты у нас освободилась наша станция. И у нас идет элеватор, элеватор ферма. Я кукурузу загрузил? Кукурузу загрузил. Красавчики. Насчет отрубей, кстати. Та-ра-тра-та-та-та-та-та-та-та-та-тен. Хоппер зерновоз, описание. Отруби он не возит. Вот эти полувагоны, по-моему, и отруби, и жмых. Да, жмых, лузга, отруби. все это возится, мы эти вагоны продали, поэтому поездом мы их не заберем. Ладно, друзья, встречаемся на базе. Теэкс. Выгружаем наше купленное барахло. Глушим паровозик. Сейчас он нам не понадобится. Он там выгружается, у него все нормально. Эй, фпсик, вернись. 47, 40, ты что? Куда пропал фпс? Это прям вообще внезапное дерьмо. Кстати, вот смотрите, как оно высыпается из паровозика. Прекрасно. И фпс вернулся, когда высыпалось. Хм, странно. Ладно. Так, друзья, сейчас у нас ман, да. Сейчас у нас ман. Сейчас мы берем мана и едем в путешествие отвозить на комбикормовый завод все барахло, которое нужно туда отвезти. То есть 59 кубов пшеницы, кукурузки, отрубей и жмыха. Так что да, едем кататься. И для вас, как обычно, таймлапсик. Это не в принципе никак обычно, но что-то вот захотелось так сделать. Главное сейчас особо сильно не тупить с тем, где находится выгрузка на этом комбикормовом заводе. Ну, вроде как там все должно быть просто. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Короче, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Аллилуйя, друзья, я это сделал. Для меня такое чувство, что это была бесконечность вообще по времени. И столкнулся я тут с нехорошим моментом клавиатуры работой. Значит, по складам. Тут, короче, у всех разная вместимость. И, короче, не влезла нам кукуруза вся. Два куба осталось на базе. Благо, потом я посмотрел и отрубей привез сюда 30 кубов. Так что все нормально. Соответственно, производственную линию, вот эту, мы запускаем. И оно пошло, в общем-то, все делаться. Я так понимаю, пшеница будет уходить на это неимоверное количество. А всего остального будет прям по чуть-чуть. Отруби будут тратиться самым медленно. Несмотря на то, что мы их меньше всего привезли, я уверен, что когда завод остановится, их будет больше всего. Ладно, пускай вот это вот дело у нас делается. Что у нас по птицеферме? Доступна комбикорма. Вот он здесь появляется у нас. Все прекрасно. Можно вот так вот это дело перенести. Соответственно, нужна еще водичка. Поэтому сейчас я быстро это все дело оформлю. И будет здесь вода. Блин, друзья, я на самом деле уже успел взять в аренду прицепчик для воды. Но что-то мне треснуло в голову, что у нас же, скорее всего, должна быть там эта самая водокачка, которая, скорее всего, не работает, которую, скорее всего, надо починить и которая будет сама пополнять водой все наше вот это вот дело. Да, вон есть башня и есть значок. Соответственно, чиним, твою мать, 15 тысяч денег. И хоп, она заработала. Теперь мы можем посмотреть на животные птицы ферма. Вода у них ноль. Я так понимаю, сейчас набьется. Малый корпус, большой корпус. Да, вместимость 5 и 10 тысяч. По-моему, из одного поддона с яйцами 3000 куриц. Плюс-минус. Цыплят, точнее. Они же тоже сначала цыплята, потом подросшие, потом продуктивные и потом они умирают. Тоже живут они не вечно. Ага, инкубатор принимает яйца с 13.00 до 2.00. А что я думал, что с 9 до 12? Ну и ладно. Через 12 часов вылупятся цыплята, но из-за потерь меньше, чем 3000. Они сразу же переводятся из инкубатора в основные корпуса. Излишки цыплят будут проданы. На территории птицефермы имеются два корпуса. В них содержатся птица всех пород и возрастов. Корпуса снабжаются только водой вручную или автоматически от водонапорных башен. Для питания несушек и бролеров используются два вида комбикорма, которые изготавливаются на территории птицефермы в комбикормовом цехе. Полученные комбикорма сами подаются в корпуса для птиц и достаточно следить только за их количеством на складах цеха. Достигшую продуктивного возраста птицу можно продать. Триггеры продажи находятся около корпусов или забить на мясо через меню корпусов. Полученное мясо отправляется в местной склад, расположенный на территории птицефермы. Живая птица не перевозится. Короче говоря, после обеда пойдем к Кузнецову за яйцами. Хотя можно сейчас сходить. Может быть он сейчас их продаст мне, этот поддон. Понятно, что инкубатор его не примет, но можно сходить посмотреть хотя бы где это что находится. Я знаете ли еще сейчас буду 500 часов искать, где конкретно это все дело можно купить. Да, я такой. Так, где-то я слышу кут-кудах. А вот бройлеры и несушки. Нам нужны несушки. Не сушки, а сухари. Вот такой вот поддон с несушками, с яйцами. В общем-то настанет час дня, мы это все дело скинем в наш инкубатор. И завтра уже, через 12 часов после того, как мы скинем, соответственно, ночью получается, в час ночи, если мы скинем ровно в час, конечно, даем ее, как тут перелезть через эту колючую проволоку? У нас будет много цыпляток. А может быть, завтра еще накупим их? Хрен его знает. Короче говоря, у нас тут все удобряется, поля зреют. Тут у нас все докультивировалось, но ставить культивироваться в второе поле пока рано, потому что этот парень совсем медленный. Мы, в общем-то, друзья, с вами встретимся уже, когда будет что-нибудь интересное. Урал там, кстати, уже тоже закончил ездить. Красавчик. А вообще, кстати, можно мотнуть, знаете, до куда? До 8 утра. И мы сами себе придумаем что-нибудь интересное. А почему бы и нет? Например, пойдем сейчас в строительную фирму и закажем себе апгрейд линий. По-моему, очень хорошая идея. Только надо пойти в строительную контору, прям, прям идти, да. Через меню это недоступно. Строительная фирма. Посетить. Производственные линии. О, кстати, вот это дело тоже можно апгрейдить, но мы не будем. Значит, цилиния помола кукурузы, которая у нас не используется. Оплатить. Недостаточно комплектующих. Черт. Я же действительно не поставил. Сейчас поставим. Сейчас будет достаточно комплектующих. Упс. Да, кстати, с комплектующими этот Урал Некст вообще не едет. Я еле сюда довез эту штуку. Она и опрокинуться пыталась. в каждом повороте. загоняем вот это все дело на триггер. Тот контейнер немножко двигаем, но он вроде как должен считаться. И еще раз идем в нашу строительную фирму. И производственные линии. Соответственно, линия помола кукурузы. Оплатить у нас пошло. Оно все делается. И фасовки кукурузной муки тоже, в принципе, можно. Требуется комплектующих 8 тысяч всего. Отлично. А фасовки, кстати, сколько по времени оно делается? 8 часов. И производительность увеличится в полтора раза. Я думаю, может прям сейчас и заказать, чтобы прям все у нас было супер крутое. Или ладно. Закажем, когда у нас все переработается. Когда, по крайней мере, переработается то, что нам надо. Вот сейчас уже, друзья, мы точно с вами встретимся в тот момент, когда произойдет что-нибудь интересненькое. А вот соврал я вам. Встретимся мы немножко раньше, потому что еще надо набрать контрактов. Что у нас есть? Баклажан. Кстати, у нас же есть дохренища баклажанов. А дохренища это сколько? Заводы. Тепличный комплекс нас интересует. Тоже, кстати, есть дохренища огурцов. Да, скоро уже можно будет отвозить. Баклажаны 431 куб. А тут у нас контракт на 443. А если сделать 431 и сколько мы еще? 6% всего насыщенности рынка можно накрутить. Можно, в общем-то, взять этот контракт. По-моему, вполне себе нормально. 431 куб пойдет на ЖД-станцию. Отлично. Также еще биржи контрактов. Что у нас тут есть? Клубника это поставка. Это не интересно. Томатов нету. Огурцов нету. Нет, огурцы есть. Контракт на огурцы 240 кубов. Время выполнения 51 час можно брать. Давайте возьмем. Мне кажется, там лишних огурцов у нас 240 кубов будет на универмаг. Там 59% только у нас плодоношения и уже почти все сделалось. Сделалось столько, сколько надо. Поэтому может быть и нормально. Ну и что? И мука в принципе нас интересует. Мука ржаная. Поставка фасованной тоже ничего нету. Хм. Как-то даже контрактов взять нету. Ну и ладно. Значит разберемся с этими контрактами. Придем сюда в час дня, когда контракты обновятся. Вроде как они обновляются в час дня. Хотя может быть и каждый час. Что-то я не помню. Это с сезонами или всегда так. Короче после часа придем. Посмотрим может быть что-нибудь засеем теплички. А может быть просто что-нибудь накупим. Так у нас тут осталось еще половина. Мне интересно из этого контейнера у нас досталось. Отлично у нас из этого контейнера досталось. Можно его продать нахрен. Только есть один косяк. Тяжело определить какой из них новый а какой старый. Да вот два дня значит это старый. Бздынь техника продана отлично. Во все у нас теперь даже контейнер не мешает вот этот стоит можно за ним следить 41 тысяча комплектующих здесь осталось можно короче заниматься прокачкой что у нас по заводу мельница все работает все крутится все делается ну плюс у нас линия помола кукурузы сейчас в состоянии ремонта и это тоже хорошо тут дто 27 часов по ресурсу все хватает всего отлично в общем-то друзья уже теперь точно встретимся когда произойдет что-нибудь интересненькое да 1248 у нас друзья на часах соответственно рожь уже 57% у нас на двух полях в принципе нормально вот-вот правда я не знаю как быстро это случится вот-вот но она созреет также друзья у нас уже почти созрели наши огурчики если мы это посмотрим тепличный комплекс 99% и у нас 818 кубов огурцов это не очень хорошая новость на самом деле с учетом того что нам нужно 892 куба на контракты чуть-чуть не хватает но я так понимаю нам хватит одной теплицы чтобы это все дело добить потому что еще с одной теплицы мы получим 85 кубов примерно а нам не хватает а нам не хватает даже чуть больше не все правильно все хватает 10 кубов лишних останется что-то знаете ли у меня в 2 часа ночи с математикой уже проблемы начинаются короче что я хотел сказать нам надо чем-то засаживать теплицы и в принципе один поддон понятно мы будем засаживать огурцами а остальное пока неизвестно поэтому я предлагаю пойти еще раз на бирже контрактов посмотреть может быть там есть что-нибудь интересненькое и соответственно если есть то взять это а еще кстати можно мотнуть время до 13.00 чтобы было веселее мне кажется действительно будет веселее вот 13.00 все шикарно кстати мельница у нас уже остановилась пшеничной муки у нас уже хватает готова просто бери вези но ржаной разумеется чуть-чуть не хватает надо собирать рожь когда соберем продолжим все это дело молотить фасовать и всего хватит все будет прекрасно такс рассказывай мне есть поставка на клубнику и все и больше ничего нету контракт на кукурузную муку кстати появился 36 часов предложение действует 20 часов цена хорошая это интересненько у нас еще где-то часов в 10 будет выполняться обслуживание линии для того чтобы получить 498 кубов фасованной кукурузной муки нам нужно собрать 622 куба кукурузы давайте посмотрим сколько мы вообще можем собрать кукурузы со всех наших полей если все засеем кукурузой но блин они сутки будут расти это самая кукуруза и молодца она будет капец как долго 18 часов она будет молодца если у меня тут правильно таблица составлена есть другой вариант можно эту самую кукурузу купить но для этого опять-таки нам нужен калькулятор смотрите цена за кубометр с этого контракта кстати у меня до сих пор осталось 3% батареи до сих пор не поставил телефон заряжаться уже времени прошло капец как много 498 кубов умножаем на 1158 соответственно мы 570 тысяч получим с этого контракта а если мы пойдем на приозерский элеватор и купим здесь сколько нам там кукурузы надо было 622 куба будем считать 630 это 240 тысяч в принципе мы можем заработать 300 тысяч просто так да там еще плюсы сдержки на завод в общем-то это имеет смысл давайте так и сделаем почему бы и нет как по мне вполне себе интересный вариантик единственное только я себе помечу что надо будет это купить а контракт мы возьмем сейчас можно купить почему бы и нет если вырастить не можем наматываем на максимум вот так вот без дыни принимаем этот контракт 36 часов еще в универмаг блин его возить придется на Урале ну ладно 18 часов помол 14 часов будет все фасоваться ладно в общем-то занятий больше нету но раз занятий больше нету то я предлагаю пойти и купить хоть какой-нибудь рассады на будущее можно в принципе опять огурцов набрать а можно и не огурцов у нас давно томатов не было давайте на будущее томатов вырастим а в следующий раз у нас томатики будут и соответственно как обычно у нас поддончики с семенами давайте возьмем одну пшеничку две пшенички и две ржи возьмем две рожи да я в прошлый раз сказал две пшенички две ржи и возьмем рассады один огурцов и дохренища томатов у нас остается всего лишь 127 тысяч какой ужас куда уходят деньги а черт у нас нет денег кстати на кукурузу но ничего денег мы заработаем это не проблема сейчас нам надо всю эту рассаду привести и засеять для этого нам потребуется как обычно наш урал только он может все это четко сделать вот этот вот этот прекрасный урал в нем даже еще топляк остался как это здорово и интересно однако да ой что-то я прям совсем промазал бывает ладно мы не будем париться из-за этой фигни кстати у нас 13 часов дня нам же надо отнести наших курочек давайте сначала отнесем курочки я думаю что никто не расстроится если я не повезу этот поддон на урале по фэншую а просто этот поддон отнесу потому что я умею ходить умею быстро ходить еще я умею ну вы поняли я сильный перелазим через забор здесь перепрыгиваем и вот они наши курочки главное не потерять этот поддон потому что на такой скорости это тоже легко сделать так открывайте мне ворота все несем поддончик вот бегать с такой штукой на самом деле не рекомендуется можно уронить поэтому мы вроде как идем быстрее чем обычно ходим но все равно не на самой быстрой скорости потому что он тогда потеряется нахрен а мы же этого не хотим нам же это не надо мы же за него денег кучу заплатили слушайте до сих пор эти надписи вылазят они уже просто 500 часов это сколько же их там нагенерилось-то сразу кошмар да это играми определенно любит меня расстраивать вот так вот даже срежем по полю ездить по ним нельзя по чужим полям а вот ходить можно хотя я не знаю человек который ходит с такой скоростью и носит я не знаю какой у него размер ноги должен быть так все мы пришли я потерял поддон и он улетел в стратосферу йоперный театр благо улетел он высоко но недалеко да чревато вот так вот все это дело ну-ка открывай калитку так куда нам выгружать наших курей здесь выгружать воду здесь что-то непонятное здесь выгружать воду а где инкубатор мясные продукты во наверное вот это инкубатор здесь выгружать яйца в инкубатор отлично ну уберите оп все животные птицы ферма и а инкубатор несушки развитие цыплят 0% отлично все теперь мы можем ехать ехать куда ехать вести поддоны с рассадой черт как же добраться туда правильно да я все время бегаю есть замечательная кнопочка тап на геймпаде можно вообще влево-вправо щелкать и поехали короче сейчас я сюда это по-быстрому привезу и мы еще раз встретимся здесь уже да здрасте а я тут вам привез рассаду у нас 13.16 в общем-то на следующий день в 13.16 это все дело черт слава богу что она сейчас не черт одна принялась я надеюсь это были не огурцы я же совсем забыл грунт третьего урожая выгрузить отработанный грунт и заменить его надо томаты слава богу выгрузились вот это я сейчас чуть не провафлил опять все да я люблю иногда провафлить там короче у нас неправильная будут теплицы и у меня все попадало ладно сейчас руками все доделаем начнем с дальнего поддона потому что с помощью него я сейчас буду толкать представляете какой я злой человек ладно шутка я на самом деле добрый человек черт я неправильно толкнул ладно в общем-то в седьмое выгружаем все теплички пошли в одной из них будет меньше урожая чем нужно но слава богу что это будет именно томаты потому что если огурцов меньше будет то не выполнены контракт это очень плохо благо там времени дохрена дается короче друзья что мы имеем у нас есть куча контрактов и все они требуют от себя поезда надо будет покататься на поезде и очень дохренища соответственно завтра черт завтра это будет но для большинства людей это было две недели назад а то и больше а то и месяц назад короче будет стрим чтобы освежить вашу память я ссылочку на этот стрим оставлю в описании потому что эта серия еще не вышла я ее еще не смонтировал даже для спонсоров наверное не вышло а может быть и вышло хрен его знает короче говоря на стриме поразвлекаемся так тут у нас семена а че это вы не разгрузились товарищи разгружайтесь устроим стримец на котором будем кататься на проводке потому что на проводке нам тут минимум час езды с этими всеми загрузками разгрузками короче повыполняем контракт и заработаем кучу денег и заодно запустим линию помола кукурузы там в принципе не горит но эту кукурузу надо купить потому что что-то мы потратили все деньги которые были нам теперь даже кукурузу не за что купить плюс опять-таки ждем пока у нас созреет поле но уборкой наверное я займусь уже сейчас а может быть и не займусь или на стриме у нас и уборка этого поля будет короче да все на стриме короче ссылку на этот стрим я оставлю в описании и стрим будет уже носить 43 серию потому что это 42 насколько я понимаю ну а потом мы в общем-то что-нибудь да придумаем всем огромное спасибо друзья за просмотр не забывайте что если вы хотите начать серии смотреть раньше чем остальные потому что например на сегодняшний день вчера была опубликована 36 а вы уже видите смотрите 42 точнее я ее записываю посмотрите вы ее наверное завтра или послезавтра в крайний срок вот и плюс все остальные видосы с ними то же самое плюс у нас проходит отдельные стримы для спонсоров поэтому если кто-то очень сильно хочет то можно оформить спонсорку пока вот этот чувак не мешает вот и соответственно не забывайте про лайкусики комментарии и все остальное прочее ссылочка на стрим останется в описании если кто-то не смотрел кто-то забыл потому что скорее всего уже много времени с тех пор прошло там вот мы все это дело поубираем позасаживаем короче будет весело да на этом друзья у меня все с вами был Никита Дилэй всем друзья всего доброго и пока-пока субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА